доброе утро дорогие друзья время 10 минут восьмого у нас вот такая темень за окном и сегодня почему-то выключился рано фонарь лёшек здесь уже сделал бутербродики а я вчера разморозила кабачки сейчас буду жарить кабачковые оладушки первый раз буду жарить с размороженных кабачков в общем посмотрим что это получится что это будет лёшек вчера не понял думал я блинчики с творогом буду жарить так обрадовался кабачки кабачковые оладьи лёшек но ничего я творог сделал следующий раз я сделаю заготовочку ты с собой возьмешь вот мне кофе сделал да надо надо сейчас я тоже попью сковородочку раскалю и нажарю оладушек а я люблю я не знаю лёшка не очень любит кабачковые оладушки а вот блинчики с творогом да на ура сказал возьму с собой даже сделай мне заготовочку ну хорошо сделаем шпулечка покажи как ты лапкой достаешь как как шпуля лапка она уже остыла шпуля не ждет полного остывания шпулька ну давайте достану кусочек на кушать да 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 еще горячий ножди тогда она не горячая но еле-еле теплая но она вот я обратил внимание ждет когда чтоб совсем у меня тут уже оладушки жарится ох уже переворачивать надо какие румяные но не знаю как на вкус но выглядят они так же как и из свежих кабачков но сейчас жарится попробую расскажу друзья решила вам показать но всей картины всей красоты конечно же не передает камера но посмотрите уже как красиво смотрится даже при таком раскладе при таком камине просто очень пока на улице еще не совсем расцвело вот показываю вам эту красоту класс друзья попробовала я оладушки лёшек даже согласился взять их с собой сейчас вот здесь еще троечка до жарится и буду лёшека собирать и еще хочу вам показать вот такое такие я не знаю я бы назвала это очень похоже на тульский пряник это имбирное учение ну вот пряник вот ковришка да здесь написано ковришка печатная имбирная попробуйте очень вкусная штука лёшек покупал в светофоре лёш скажи сколько почем значит здесь кило кило 100 ну 200 рублей так как рублем без рубля очень вкусная я знаю что тульский пряник он дорогой ну а тут их было штук десять наверное вот этих вот кружал очков и вчера мы пили чайок очень вкусно хотя я в светофоре я редко еще покупаю из продуктов но это видимо исключение на фоне камина расскажу вам про свой пальчик я знаю что вы ждете информацию в общем скорее всего к врачу я не пойду выяснила я что это не пана рицей а это обычный герпес представляете я никогда бы не подумала что герпес может быть на пальце мне там уже комментарии написали что был герпес у кого-то даже на лбу монет и все тут исследуешь дальше уже некуда лезть некуда все все куда куда потому что я вспоминаю у меня же был пана рицей уже я как-то рассказывала вам не резали чистили и это было просто нестерпимая боль такая ноющая дергающая что я не могла дождаться утра чтобы скорее побежать в это к врачу вот а здесь такая странная какая-то боль ну во первых это на пучке да все это вылезло конечно когда нажимаешь на пальчик на пучку то неприятно вот но оно какое-то вот колющее такое вот чешущееся но это не то более то не дергающая боль вот потом я поняла вот когда пошло за почку вот в другую по ту сторону пальца и я увидела вот эти пузырики и вот прям у меня сразу вот как будто это герпес потом прочитала в интернете да оказывается бывает герпес и на руках стала читать причины и все поняла друзья я даже знаю почему он у меня возник я когда копала огород помыла инструмент голыми руками в ледяной воде вот которая в ванной ванная стоит в огороде и я вымыла вилы вот руки очень очень замерзли ледяная ледяная вода была я скорее всего вот и и ну да не скорее всего в пятницу это было и образовалась вот это вот бяка поэтому будьте осторожны особенно те у кого есть дом кто возится в земле вот переохлаждение рук особенно в воде вот так делать друзья не надо так что к врачу я не пойду у меня уже все там затянулась я вам конечно не буду показывать уже свой палец может быть кому-то это неприятно на это смотреть но уже все затянулось уже все подсыхает уже приняло другой цвет в общем все хорошо и может быть куплю мазь на будущее ацикловир по моему так называется сейчас уже даже нет смысла там пройдет дней пять и вообще ничего не останется от этой беды ну а вам все равно громаднейшее благодарю за ваши комментарии за ваши переживания что вы беспокоились обо мне думали обо мне мне это очень очень приятно друзья лёшек расскажи про ковришки про вот эти печенье о господи ну чё про них рассказывать решил взять здесь попробовать их почему потому что в москве вот именно на них я смотрел в магазине полярная звезда есть два магазина таких в москве всего два там продукция отличается от ассортимент продукция очень отличается от сетевых магазинов всех вот и там именно вот это ковришка везда производителя стоит 380 рублей ровно в два раза да да ну а здесь я вот ходил как каких 380 а здесь а ну да понятно что 90 да 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 понятно ну вот решил взять попробовать вроде смотрю производитель 1 упаковка одинаковая ну и действительно очень вкусная так что друзья покупать ковришку эту можно покажи как шпуля хочет кушать ну покажи покажи нам на камеру а ну ну ты же показывала вчера мы смеялись как шпуля хочет ну покажи вертихвостка покажи ложится на пол и кувыркается но покажи как шпуля хочет кусять а я тебе давала ты что-то за за это ждать начала сейчас да сейчас не хочет шпуля показывать не хочет ой не хочет все остыло остыло теперь можно и покушать да вот даже чуть теплая не хочет надо чтоб до конца остыла кушай кушай мои сладко кушай маруся тут пришла тоже кушаешь пулечка кушай как смачно что все идете лёшика провожать до маруська пришла вон там пусть а ну пусть я уже провожала лёшик свои ты сегодня на лабутенах и в охренительных штанах да подписчики рассмотрели твои лабутены между прочим мы сейчас выйдем посмотрим что там что там на улице у у ветер там сегодня ночью тоже ураган и ветер был вчера долгубатый и сегодня так ребята до скорых встреч так подожди сейчас я этих выгоню потом двери откроем лишь подожди лёшик стул поставил стул унесло ветер ветер ну ветер ледяной ой холодно как холодно ветер дует ветер дует ой пусть а он тебя провожает в окошко лёш пусечка ты провожаешь лёшика до провожаешь приедет скоро еще на два денёчка давай моя радость пролетели два денёчка вот что-то в ящике лежит сейчас достану ну давай пока все поехал ой ну холод собачий холод собачий ой пошла я сейчас посмотрю что тут ящик бросил газетка какая-то почитаем что теперь и маруська пришла все девочки поехал лёшик поехал ой ну какие же красивые хризантинки мне так нравится этот уголок сейчас еще гляну ой как же вовремя друзья все сейчас я вам покажу смотрите какой витрило ураганный был вчера липецкая это мчс присылал вот повалено смотрите как забор и зарвало вода всю теплицу мою и зарвало все все зима друзья скоро видите соседский забор как порвало вот за год это первый раз вот такое в том году не было таких ветром все завтра мне нужно посадить чесночок если дождя не будет и снега завтра благоприятный день для чеснока и на этом сезон будет закончен друзья раненбургский вестник видите не чеплыгинский вестник а раненбургский вот первый раз положили мне эту газетку тут вот какие-то девушки в костюмах интересно 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 мне будет действительно почитать в общем интересно что теперь все время будет газета это приходить даже гороскоп есть надо же 14 по 20 ноября очень хорошо так что будем читать ну а сегодня у меня по плану сейчас буду вмесить раствор разводить где здесь грязь и буду штукатурить заделывать вот здесь облупленная когда падал камин вот тут в общем буду сегодня заниматься с камином и все-таки друзья камин на месте все-таки камин предусматривает ну какую-то гостиную да и диван диван у нас стоит здесь поэтому все-таки камин на месте ничего мы переделывать не будем в этом не писали лена поставьте вот тот комод на ножки нет друзья на ножки его никто ставить не будет потому что во первых здесь шкаф вот вы видите он без ножек и там не предусмотрено там пустота под вот этой ну как сказать основанием шкафа то же самое и вот в том комоде такие же здесь вот и тумбочки без ножек понимаете и как бы ну это некрасиво бы было если бы поставить вот этот комод на ножках во первых он будет неустойчивый и это будет ну совсем смотреться некрасиво как я говорю это полный деревас поэтому оставили мы этот уголок в покое я даже где-то рада не надо будет закрывать вот эти дырки из-под вот этих полочек из-под зеркал потому что все это придется зеркало пришлось бы поднимать вверх да и даже пришлось бы вообще его убирать вот эти полки тоже бы пришлось поднимать вверх и тогда зеркало вообще вот это некуда было бы повесить а мне очень очень нравится вот это мое сделанное переделанное зеркало да и уже привыкла я вот этим сундучкам где хранится кошачий корм в общем оставили все как есть и наверное это к лучшему ну а я буду заканчивать сегодняшнее видео конечно же расскажу вам чем я занималась сегодня это уже будет завтра я вас всех обнимаю всех люблю и до скорых встреч с вами была елена ситникова пока пока